Сегодня у нас гости еще, и перед вами сейчас выступит именно с историей о казачестве Виктор Петрович под ЕСАУЛ. Поприветствуем его. И послушаем внимательно. История казачества, ребята, очень издавна заложена. Начиналось зарождаться еще тогда, когда были стражевые посты, и на этих стражевых постах жили воины, охранявшие жилье станицы, охранявшие от набегов Дикого Поля, Половцев, Татар. Потом это начинало организовываться уже постоянно действующие казачьи поселения. Сначала это было и вольные. Они не занимались ни земледелием, ни держали ни скотоводством, ни огородничеством. Не выращивали, ни садок у них не было, ничего. Чаще всего они жили войнами, набегами на племена, находящиеся по границе с русской землей. Потом это стало превращаться уже в стабильные казачьи войска. Когда государство начинало укрепляться, появилась необходимость защищать границы государства, казаки принимали участие даже в Куликовской битве, когда Дмитрий Донской дрался с Мамаем. Они оказали достаточно серьезную помощь. Есть такое, ученые нашли такое предположение, что в то время уже казаки владели огнестрельным оружием, что было достаточно редкой вещью. Но основная сила казачья, это была конница. Родилась она немножко позже. Сначала казаки пешком воевали. Воевали, но в основном на водных, на речках. У них были очень хорошие быстроходные челны. И они по речкам сплавлялись дальше, к берегам противника. И там нападали на них, грабили, жили за счет этого. Со временем, государству укрепляясь, появилась возможность получать поддержку от великих князей, а дальше уже от царей. Им наделяли землю. Они сиделись в основном ближе к рекам. Где-то метражи по 70 километров, полосы, выходящие к рекам. Устраивали селения свои. Обзаводились и семьями. Основная масса казаков была задану. Когда происходили какие-то военные действия, то казаки уступали то на одной стороне, то на другой. Были и такие вещи. С казаками есть такое дело, когда они после польского набега принимали участие в восстановлении дома Романовых. То есть не в восстановлении дома Романовых, а в укреплении дома нового царствующего дома, дома Романовых. Они поддержали Романовых. Наряд казачий был достаточно своеобразен. Я вам сейчас покажу картинки здесь есть. Это то, что казаки носили в начале времени, когда только начинало создаваться казачество. Со временем, когда казаки перешли на государевую службу и стали получать от государя на делы за свою службу, им платили жалования хлебом, порохом, оружием. А в основном казаки обеспечивали себя, свое вооружение. И справа, как это называлось, казаков, они обеспечивали за свой счет. То есть, уходя на войну, казак должен был иметь верхового коня, шашку, абсолютно необходимая вещь в казачестве, нагайка. Без нагайки казак не казак. Все это было его обязанность приобретать на свои личные средства. Казаки, служившие на государевой службе, носили определенную форму. Вот здесь есть форма керских, кубанских казаков. Она выглядит немножко иначе, чем сейчас вы можете увидеть казаков или видели раньше. Вот это принадлежность казака, нагайка. Это боевое оружие, то же самое, боевое оружие. Ей казак мог свалить и человека, и зверя. Так что, учтите, если мы подарим вашему руководству нагайке, вам придется очень слушаться. Был создан лейб-гвардии казачий полк, который при царе-батюшке, уже при доме Романовых, внес охрану дворца. Вот он на них парадная казачья форма. Лейб-гвардии казачий полк. Здесь есть портреты самого знаменитого атамана казаков, генерала Платова. Вот его портрет. Это человек, который участвовал в бизнес с французами. Очень большой урон кавалерии французов нанесли казаки. Стиль ведения боев у казаков был очень своеобразный. А французы имели только тяжелую конницу, одетую в террасы. Они быстро выматывались. Казаки никогда не носили тяжелую форму, тяжелую не было на них. Они легко одевались. И они были очень подвижны. Они их изматывали. Французы, в общем, были разбиты из-за того, что у них уже не было сил даже воевать. В свое время, когда вот вчера здесь, в Туле, значит, проводился праздный день Николы Тульского, иконы, это нашествие хана Гирея во времена Ивана Грозного под Тулу. Когда хан Гирей узнал, что Иван Грозный отправился с войском в Казани, они двинули войска по незащищенному земле на Москву. Ну а на пути к Москве стояла Тула. В Туле в Кремле находилось около сотни всего казаков. Но до этого казакам-гермалаям была найдена икона Николы. И вот с этой иконой они прошли крестным ходом вокруг крепости. Послали гонцов царя-батюшки за поддержкой. И пока не подошли войска в подкрепление, казаки выдержали эту осаду. Хан Гирей вынужден был уходить. Казаки начали его преследовать. В себе стан хан Гирей вернулся с единственными охранниками личными. Всех остальных, его войска около нескольких тысяч, казаки по дороге растрепали, разбили, разогнали. На Дону у казаков было постоянное место жительства проживания. Почему вы спрашиваете, какие казаки здесь на сегодняшний день находятся на территории Тула? Здесь у нас находятся центральные казачьи войска. После того, как после революции начали расказачивание, казаки начали распредаться своих иконно постоянных мест жительства по разным регионам. И здесь собрались донские, кубанские, керские казаки, забайкальские. Поэтому здесь организовали центр казачьего войска. Это центральные казачьи войска. В него входят казаки из разных разов. Но носим мы одну одинаковую для всех форму, принятую по указу президента для центрального казачьего войска. Я вам покажу, как она выглядит на сегодняшний день. Вот это та форма и те знаменные символы, которыми пользуются центральные казачьи войска. Здесь формы одежды и парадные, и выходные, и повседневные. Казаки носят стабильные казачьи. Казачья одежда раньше была. Это кубанки, вот такие, и попаки. Что символизирует крест? Казаки раньше всех стали православными. Даже раньше, чем пристилась Самарусь. В связи с своей постоянной встречей с другими людьми, они раньше всех приобрели, стали православными. И вот этот крест означает православие. Как говорят, Господь будет видеть, что это казак, христианин, и не наступит на него. С этим крестом в походе казак мог прочитать молитву. Все казаки православные. Все казаки вносят крест, и вот на этот крест в походе он мог всегда прочитать молитву. Поэтому в казачестве некрещеных нет. Каждый казак должен знать хотя бы несколько молитв. в необходимых и отчинах. Вот еще форма одежды. Это для казаки современных. Куражки. Купанка и куражка. Купанка в более холодное время и папаха. А это вот в обычной форме. Очень много о казаках в свое время писали Толстой. Да, Толстого есть в произведении казаки. Потому что он сам в свое время на Кавказе служил. Когда государство воевало с Кавказом, там кавказцы, они народ очень буйный. Они жили в основном промыслом таким грабежами. Государь расположил по территорию, по границе с Кавказом, расположил станицы казачьи. Казаки быстренько навели там порядок. Они не давали возможности проникать на территорию Руси, проникать кавказцам. Жим, разбой. В общем, то просили, то и получали. Что сами давали, то и им отдавали. Много о казаках писал Лермонтов, который тоже повоевал на Кавказе. Есть их творение. Большой казачьи глудельные песни. Вот здесь его фермуковская и ель. У казаков традиции провожать своих воинов. Провожает, как правило, всегда из дома жена. Она ведет по воду коня до места сбора общего казачьего. Только оттуда, после молитвы, казаки отправляются уже воевать. И приезжая домой, казак первое время не входит в свое жилье, за девку, пока не очистится от тех вещей, которые происходили с ними в войне. В войне он убивал. Он был воен. Ему приходилось убивать. Для того, чтобы войти в дом, он должен был себя очистить. Как бы снять напряжение и вот этот гнев, который у него в бою был. Казак получал шашку в 18 лет. А к шашке, кстати, земляк, он уже получал в 21 лет. Когда он уже шел на службу. В 21 год его забирали на службу. Вот к этому казаки проходили регулярные сборы, тренировки. Там преподавалось и мы, воинское искусство. И они прокасковались и в цирковой езде, и в работе с шашкой. Ну, работу с шашкой вы сегодня увидите, вам покажет. Казаки, казаки, как правило, снимают шапку, ломят шапку только перед Богом. И за столом придет лезть шапки. А так, в основном, казаки всегда ходят в головном уборе. Ну, сейчас традиции немножко некоторые повыкерялись, восстанавливаются. Вот сейчас пытаемся всем своим казачьим классам объяснять, что это рассказывало. Казаки должны ходить всегда на службу с церковью. По праздничным дням и по выходным посещать сверка. Вера у казака прежде всего. Казак, отвечая на любые вещи, говорит, служу. Родине, государству, казачеству и Богу. Поэтому христианство казаков покон ли Бог было. Я уже говорил вам, что они стали немножко раньше христианами, чем была крещена вся Руна. Ну, что еще вам рассказать еще о казачестве? Вот эти символы каждого казачьего подразделения. Здесь, значит, есть Иркутские казаки, Крупанские, Оренбургские, Енисейские, Дерзкие казачьи войска, Иданской казачьи войска. На Украине есть такой остров Портица. Это была Запорожская сечь. Куда уходили казаки, когда у них были столкновения с властями, или они не хотели служить полякам, на этом острове Портица жили одни мужчины. Женщины, как правило, на круге не присутствуют. Хотя, казачки, они очень умело умели ездить верхом, и умели владеть и шашкой. Это вот, если сейчас поверить тем ученым, которые проводили большие исследования, то, что амазонки, это и есть. Казачьи женщины, казачьи, которые великолепно умели сидеть в сезле, владели шашкой, стреляли из лука на скаку. Ни в одном войске такого нет, чтобы на скаку так хорошо могли стрелять точно из лука. Казаки это умели. В свое время они не только защищали землю, но и были самыми лучшими телохранителями во многих государей мира. Приглашали казаков на службу. Самые надежные, самые подготовленные воинские части. Часто их нанимали для проведения военных действий с другими государствами. Какие-то из государей нанимали на службу. После революции, ну и казаки покинули Россию. Есть у нас и в Бразилии казачьи станицы, и в Аргентине есть во многих местах казаки. Когда после революции уехали, какие ушли казаки с белыми войсками. Они по всему миру рослили. Так приблизительно получилось, что у нас в стране. Казаки родились. Единственное дело у нас в царевых отделениях, в царевых отделениях, в царевых отделениях это кубанские казаки, донские. Они на своих местах остались. А очень многие во время гонения были вынуждены покинуть свои дома, развеющиеся во всей стране. Так что мы здесь казаки, чтобы вы видели разные заслоры. И донские, и кубанские, и байкальские. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Это что-то вас еще интересует. Задавайте вопросы, ребят. Как вам именно у вас? Значок. А, значок центрального казачьего войска? Я вам покажу этот значок. Это центральный казачий войска. Вот он. Это шевроны на рукавах. Вот такой шеврон. Центральный казачий войска. Здесь он есть еще чуть-чуть крупнее. Ну вот, герб центрального казачьего войска. Вот так выглядят знамены центрального казачьего войска. Нам можно показать? Пожалуйста. Большое спасибо. Давайте скажем, Борис Григорьевич. За интересную такую лекцию о казачестве. За то, что на самом деле казачество сыграло большую роль именно в становлении государства. И на самом деле в Отечественной войне 12-го года, 1812-го года большую роль сыграли казаки. А сейчас слово представляется Александру Владимировичу Яковлеву, нашему, тоже давнему другу, который приезжает к нам ежегодно в наш лагерь Виктория для проведения занятий, значит, по казачьим. Станечники! Слава Богу! Потому что, когда мы ездили именно под казачьими флагами на Аку, у нас все это было, вот именно, жили мы куренями. Как и жили казаки. О! А перед тем, как я начну свою работу с вами, да, Николай, где-то есть, ты в курсе? Забираешь хлопцев и за водой в бутылки. Кто хочет попробовать потом рубануть бутылку? Соответственно, за водой. Кто не хочет, не вопрос. Я-то нарубился, и это только для вас. Вот. Вот. Я казак донской, родовой. То есть, мои предки, донские казаки. Дед мой воевал в Великую Отечественную войну. Потише! Историческая моя родина, это станица Клецкая, Волгоградского района. Вот. Мой дед оттуда. После войны он попал в госпиталь, эвакуировался в Челябинск. Женился на моей бабке, на уральской казачке. Отец из Челябинска служил в Туле, познакомился с моей мамой. Вот так вот казаки по всей России гуляли. Вот что я хочу добавить к Виктору Петровичу, о заслуге казаков вообще в истории России нашей. Мало того, что они обороняли рубежи, они эти рубежи еще и расширяли. Кому не интересно, я всегда говорил, уходите, не мешайтесь, потому что тем, кому это интересно. То есть, все земли, начиная с Ермака, с Дежнева, с Северной, Сибирь, покоренная Сибирь, это все заслуга казаков. Мало того, что они освоили эти земли, они их открыли, они вызвали оттуда басурман, они застолбили свои казачьи станицы, и они потом от оноверцев эти границы охраняли. Поэтому, как бы, негласно самым первым казаком нашим считается Илья Муромец. Потому что они, как бы, заслоны в России держали, правда это или не правда, но, тем не менее, праздник Ильи Муромца 1 января, на следующий день после Нового года, День Святого Илья Муромца, он причислен к лику святых и считается, как бы, негласно первым казаком на Руси. Вот, это что касается заслуг казачьих. Вот. В основном, моя сегодня тема вам рассказать об оружии. То есть, нагайку вы уже видели, знали. Некоторые ее было дело и пробовали на оке. Вот. В воспитательных целях. Помимо воспитательных и военных целей, нагайка еще носит очень сильный, традиционный, символический характер. То есть, нагайка, это атрибут казачьей справы. Это символ полноправного казака. И с нагайкой очень много существует именно традиций. То есть, когда отец дарил сыну нагайку, он всегда пропускал три раза по спине ему. Причем, довольно-таки сильно. Чтобы он знал, что у него находится в руках. Чтобы он на своей спине почувствовал это. И не всегда ее пускал в ход без надобности. Дальше. С нагайкой есть такая традиция. Если я как-то кому-то насолил, чувствую свою вину, я кидаю нагайку под ноги. И если он ее поднимает и подает мне в руки, значит все, между нами мир, сладкий. Все хорошо. Если переступил, значит не затер я своей вины. Вот. Ну, это вот типичная донская камча. Напоминает обычные нунчаки, только один конец гибкий. Работает с ней, в принципе, точно так же, как и с нунчаками. Ну, это я вам показывал. Чуть позже, там, скажем так, отдельным моментом я кое-что покажу. Потому что сегодня не так у нас много времени. Нагайка. Бывали нагайки, разборная ручка, там был ножичек спрятан. Ну, то есть максимум, максимально оснащали свою, даже бытовую вещь. Казаки всегда оружием. Нагайка. Простой казачий пояс кавказского типа, но многие казаки их носили. Вот. То есть наверняка вы видели и в фильмах, и везде. Вот такие вот казачьи пояса. Казалось бы, обычный, безобидный пояс. Тем не менее, он точно так же носил в себя оружие. Сейчас это все декоративное. Раньше, раньше, вот этот вот колпачок, у кого было серебра, у кого из меди, у кого из бронзы, у кого просто кожа. Снимался, и здесь был маленький ножичек. Почему? Конец всегда был длинный. То есть этим ножом можно было что-то разрезать и, в крайнем случае, нанести какой-то урон врагу. Здесь были маленькие метательные ножи. Так же убирались в эти ножи декоративные. Маленькие метательные ножи. Так что, не думайте, что верх военного искусства это нимзы, декоративные. Нет. Далеко нет. И вот, что касаемо охранной деятельности казаков, да, у одного японского императора, ну, не знаю я его имени, если честно, в охране были казаки. То есть, ни самурай его, ни ниндзи, тем более, ниндзи, тем более, это вообще как бы они анархисты, вот, а именно казаки. А то, что действительно царевых кортеж всегда сопровождали именно казаки. Дальше. Классический пример холодного казачьего оружия. Ну, распространён на Кавказе. Это кавказский кинжал Камы. Вот. Очень хорошая, удобная вещь. Те, кто в том году были, помнят, что им не только можно наносить колющие удары, им вполне сносно можно рубить, как коротким клинковым оружием. В принципе, римские мечи были чуть больше размера. Вот. Свообразен у этого кинжала хват. У меня ещё он более-менее усреднённый. А есть кинжал, у них ручка вообще вот такая вот крошечная. Почему? Потому что кинжал этот был рассчитан на три пальца хват. И вот эти вот бомки служили определённой гардой, упором. То есть, для переднего хвата брался вот так вот упор. Для обратного хвата также на три пальца, указательный палец упирался сюда. Для нанесения колющего удара. То есть, даже и оружие казаки старались делать минимальным, лёгким, удобным и надёжным. Казачий нож. Ну, некоторые его называют пластунский. И пластуны – это казаки, которые пешие были. Именно вот ползать по-пластунски пошло от казаков-пластунов. Распластаться. От слова распластаться по земле. Это был своеобразный казачий спецназ. Попадали туда в пластуны, как правило, небогатые казаки, кто не мог позволить себе подсидельного коня и всё прочее. И они оттачивали свое мастерство вот именно вот в таких вот диверсионных вывозках. Пластунский нож. В принципе, тоже довольно-таки грозное, холодное оружие. Ну, не знаю, насколько права про него легенда. Я этим не забиваю голову. Вещь, тем не менее, неплохая. И имеет отношение к казакам. Ну, далее, это потом про гнестрел расскажу. Теперь самое интересное. Самое интересное и самое легендарное. Это казачья шашка. Вот сейчас у меня две шашки. Обе казачьи. Вот эта вот донская степовая, именно донская казачья шашка, это шашка кавказского образца. То есть они есть кубанские шашки такого плана. У меня на данный момент кевская шашка. Разницы, в принципе, никакой. Только исключительно в строй клинка, в раздаложке клинка. В чем их разница? То есть изначально, изначально, шашка была вот такая. Потому что шашка, это от дагестанского слова сашхе, нож. То есть большой нож. Вы видите, что она выглядит, как простой кухонный нож. Железный клинок и деревянные наклепанные ручки. Просто надежные и со вкусом. Легкая. Изящная, что лозинка. Но, тем не менее, я вам покажу, что можно ею делать. Этой шашкой. Почему она носилась так утапливалась в ножны, я не знаю. В истории вообще ничего об этом не нашел. Ну, видно, такая традиция, убирать ее в ножны вот так вот по самый гусек. Вот это называется гусек. Но, тем не менее, заставать ее довольно-таки удобно. Три секунды она в руке. Это кавказская шашка. Это, скажем так, мать всех шашек. Есть баклановские шашки. Они уже вот такого плана. С латунью, с латунным прибором, как донская. Есть баклановские, есть нижегородские шашки. Нижегородские шашки, они тоже деревянная ручка. Но все в основном зависит от устройства клинка. Здесь вы видите, в чем разница клинков. Один кривой, второй более-менее прямой. Вот эта вот донская шашка, она взяла в себе два свойства. Одно свойство прямого палаша. Палаш, это прямой мощное оружие, которым очень удобно наносить колющие удары. И небольшую кривизну для рубящего удара. То есть, кривизна клинка, она, скажем так, чем сильнее искривлен клинок, тем у него мощная проникающая способность рубящая. Были такие мамлюкские шашки. Мамлюки это племена такие. Вот, у них сабли, мамлюкская сабля, мамлючка ее еще называют. Она чуть ли не под 90 градусов, как бумеранг была изоланта. И разрубала, в принципе, европейские доспехи латы, испанские. Кераса вот эти вот, просто разрубала. И, соответственно, то, что под ними спрятано. Голова, плечо, рука, нога. Вот. Это вот что касаемо, в принципе, оружия. Дамская шашка, она потяжелее, тем не менее, такая же изящная. И злобное оружие, легендарное оружие. Шашка. А почему-то гнется? А потому, что она так и должна гнуться. А, кстати, металл. Здесь РИС-40, 65Г. В принципе, конструкционная сталь. Ну, раньше таких не было. Делали, может, из каких-то других сортов стали. Сейчас вот это вот, самый популярный металл для шашки. То есть, удобно, быстро, надежно. Выдерживает хорошие нагрузки. Не подводит себя в работе. Вот. Что я. Единственная шашка. Оружие, которое носится на протупее довольно-таки своеобразно. То есть, она носится заточенной частью вверх. Все остальное оружие, видели, наверное, сабли, вот с этими гардами, шпаги, они носятся вот так. Только шашка носится вот так. Единственное оружие, рубище, которое носится вот так. Почему она носится так? Кто помнит, я рассказал, шашка, это оружие, порой, быстрого, единственного удара. То есть, выхватываешь, наносишь удар, моментально. Все. Если бы она висела вот так, ее, соответственно, надо было бы достать, или вот так вот через голову завести, размахнуться, или так же достать и размахнуться. Здесь же получается удар практически на выхвате. Что горизонтальный, что вертикальный. Оружие одного удара. Поэтому ими особо долго и не бились. Видите, рука не защищена. Это на шпагах, там можно это отражать. Здесь, кто первый достал, кто первый удар нанес, тот, как говорится, и победил. Вот. Щупать будем, по кругу пускать. Давай. Точно так же и кавказская шашка. Вот, что я и рассказывал. Гусек торчит, достается, она вообще одним ударом засекается уже в руке. Моментально на выходе. Ну, кавказцы, они вообще молодцы. Они знают, что это оружие. Почему вот именно и взята у казаков не имеет самурайский, ни гусарская какая-то сабля, а именно вот кавказская шашка. Посмотреть в руки, да. Но вот когда начнутся вот нездоровые вещи, передавать исключительно за лезвие. Аккуратно. Добросца 910 года. А что за оружие, которое нельзя брать женщины? А? Что за оружие, которое нельзя брать женщины? Можно. Боже, что нельзя. Ну, у казаков свои традиции. МОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это натуральная кожа Это я сам делаю И кинжалы я сам делаю А пока вы все это смотрите, я плавно перейду в другой, зрелищной часть нашей программы Так как со временем все меняется, соответственно навыки владения шашкой на данном этапе никому не нужны Особенно в ведении боевых действий Все владение холодным оружием перешло на спортивный уровень То есть есть такая официальная федерация спортивной рубки шашкой, называется Козорла Я в ней состою Мы ездим по городам на соревнования Именно вот я вам сейчас покажу Когда вот этот осмотр оружия прекратится Я перейду туда Вы займете положение здесь И я вам покажу как выглядят соревнования Вот именно на которых можно На спортивном уровне Показать всю свою казачью удаль То есть владение шашкой У нас к сожалению в Туле нет пока возможности заняться конной рубкой Ну в планах это То есть вот хлопцы, которые с Дона приезжают на соревнования Воронежцы, да У них там как-то с конями проще Мы вот когда ездили на соревнования Там на отдельном участке были соревнования именно по конной рубке То есть верхом на скаку Они выделали те же фингибоберы, которые я вам сейчас покажу в пешем строю Вот И все это перешло на спортивный уровень Там также существуют Своеобразные данные как в карате Только там цвета темляков Темлячок это такой кожаный ремешочек Ну основной темляк это вот этот Но они у нас темляки являются такими чисто символическими Кожаный ремешок и там вот такая вот медаль И они каждый своего цвета Белый, желтый, красный, зеленый Синий, коричневый, черный Потом, чтобы дальше продвигаться Уже надо участвовать именно в конной рубке У меня на данный момент сейчас желтый темляк Вот За тот год, чтобы вы не виделись Я успел уже хапнуть три медали Золото, бронза, серебро в разных городах на соревнованиях Ну вот поездили по городам, познакомились там с казаками Интересно Интересно Именно все вот на спортивном уровне Все строго Никакого разгильдяйства Техника безопасности Великолепно Приезжаем всегда уставшие и довольные Вот Кстати, в этом году на медовый спас в Епифаде На ярмарке меда Мы с Тулы приедем, будем устраивать показательные соревнования по рубке с шашками Вся наша тульская команда приедет Вот И скорее всего будут устроены первые соревнования Ну вообще как бы в истории нашего края Это на Куликовом поле Именно соревнования Когда приедут люди из других городов казаки В полевых условиях по-быстрому сделали, устроили Выглядят соревнования То есть манеж, ограждено все И различные этапы мишени Бутылка с водой В горизонтальном ударе считается количество трубов Чтобы днище стояло на месте Остальное отлетало На данный момент рекорд восемь штук Восемь труб У меня пока пять Вот на такой лозе по меткам Есть возможность показать точность ударов То есть надо рубануть по меткам Чем больше рубишь по меткам Тем больше очков Пучок лозы Тут на мощность Надо вот этот пучок разрубить с одного удара Сегодня я буду пробовать 25 лоз Мой личный рекорд 19 Вот здесь 25 Не знаю получится у меня или нет Но буду пробовать Я вот теперь прогрессирую С вашей помощью Да Вот это вот Так же Надо рубить так Чтобы пунь Падал на соседину на следующий струк Чем больше раз он не упадет на землю Чем больше трупов Вот так вот сделаешь Сделал Чем больше очков Чем больше очков А это я вам поставил просто так Показать на сколько Потому что там есть еще Такой этап канат по меткам Это вот такой вот Кольчины веревки И тонкие по меткам Здесь я вам просто скажу На сколько шашка универсально рубит И тонкие мишени И соответственно Тонкие На уровне бревна И изящную мишень И довольно-таки толстую ветку А Ну Несу Буду пробовать Конус он конечно не стандартный Но буду стараться Вот мимо пролетело Я постараюсь Следующий струк На место посадить Как положено Не Лоза толстовата Ну ничего В принципе вы поняли Просто здесь нет лозы То что я все это собрал Это клен Вот Ну и соответственно точность По меткам Ух Ух Сейчас Мы должны Перебить свой личный рекорд Мама Ух Мама Ух 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 Рано еще видно Ух 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 Действительно обед был сытный А сытые брюхо оно и к учению и к работе глухо Ух Значит на 25 минут еще рановато Ну и бутылка. Вот это зачет, вот примерно так вот, просто давно не рубил, устал, пятилитровый, я вам сейчас покажу, просто укол, потому что шашка можно было не только рубить, но и колоть. На соревнованиях выбирается дистанция 2 метра и укол производится с подшага, то есть делает с подшаг и наносится укол, вот такого вот плана. После этого смысл такой, если укол нанесен качественно, мишень поражена, то можно ее попробовать в горизонтали дорубить. Вот как-то так. А что не текет-то? А? Изящные порезы. Соответственно, потом ее разрешается дорубить в горизонте. Ну вот и все, что касаемо. Не все так просто, как показывают в кино. Все так просто. Вык öмышлены. Продолжение следует...